всем привет друзья привет из муранагу от нади и хельмута что-то я на от заговорила хельмут ну что лето закончилось как там песни поется вот и лето прошло словно и не бывало до пролетела промелькнула и у нас началась осень не хочу сказать наконец-то но в принципе хоть немножко передышка будет потому что ну до такой степени было жарко и сухо поливать устала иногда и не поливала кое-что и подсохла в огороде пропала так сказать но около некоторых растений было столько танцев с бубнами что я их просто на следующий год не посажу какую-то практику какой-то опыт я приобрела прага по огороду мы пройдемся потом а сейчас я вам просто хочу показать рассказать о своих проблемах небольших приезжали к нам гости я об этом говорила в летних видео и вы знаете что у меня из англии гости были из швейцарии гости были с детишками с ребятками я очень рада ребята кто меня смотрит кто у меня был спасибо вам большое за доставленное удовольствие за веселье за то что вы меня из депрессии вытаскивали ой смотрите от жары полопалась крыша надо новую покрышку покупать не знаю как встать вот хожу хожу под этой под крышкой под этой крышей там дождь идет а мне хочется сухой быть и с вами поболтать давайте вот с хельмутом рядом станет вот он еще раз вас приветствует были у нас ребята собакой замечательная добрая собака любит детей она растет и с детьми и с кошками и кошек она не обижает просто с нашими кошками хотела познакомиться и вот у нас пропала лунька серенькая с белым ее не было дня два наверное я думал она из-за собаки ушла она такая у нас немножко пугливая трусливая прячется она даже кушать не приходила думаю ну все собака луньку прогнала но оказалось все не так на собаку грешить нечего лунька попала у нас в какую-то передрягу когда она появилась это было в пятницу где-то днем я аж испугалась она приползла прихромала приползла вся в крови у нее что-то с задними лапами посмотреть она не дает они такие ведь не особо и ручные но все таки я сделала видео сейчас я вам его покажу такое что с лапочкой а что с лапочкой да мама папа посмотрит иди сюда да что уж это он гляньте-ка у нее что то такое ну когда я поближе сниму да я сниму поближе посмотрю ох ты боже ты мой ох ты боже ж ты мой на лапочки наступаешь это хорошо давай мама посмотрит обработает давай давай то у тебя чего у тебя у божечки ли мама посмотрит иди сюда иди мама посмотрит что у тебя такое пятницу когда она пришла такая вся раненая я хотела ее отвезти к ветеринару клетку приготовила вот но она исчезла она куда-то спряталась она поела испугалась что я буду ее трогать но я естественно хотела ее посмотреть и она просто спряталась она у нас и здорово это все время пряталась ее никогда не найдешь только кушать приходила вчера в субботу мы поехали к доктору вернее не к доктору а в аптеку а у нас аптека это как маленькая больница то есть мы можем рассказать доктору симптомы вот даже про себя и они имеют право назначить какие-то там лекарства сами то есть маленький диагноз поставить и продать лекарства даже антибиотики то есть у нас доктора в аптеках они доктора то есть они врачи у них врачебное какое-то образование вот я рассказала все про кошку и показала видео и доктор мне выписал спрай с антибиотиком вот такой аэрозоль трофодермин неомицин сульфат неомицина в общем я не знаю что за состав мне ничего не нить ни о чем эти слова не говорят но поверила доктора взяла и вот буду брызгать ей ранки говорит что это способствует заживлению кто-то может быть знает такое посмотрите трофодермин неомицин вот она опять пришла видно покушать захотела посмотреть себя не дает но смотрю у нее там лапка видите она отставляет сторонку ее видно больно пяточка болит а на другой лапке пальчики пораненную лунечка покажи и дает посмотреть он покажи луня не хочу ее трогать иначе убежите опять где-нибудь прячется зайка моя вот у нее пальчики что-то с пальчиками ведь если я сейчас возьму ее посмотреть она убежит сейчас попробую ей прыснуть антибиотик маленькая моя ну ничего раз кушает значит все будет хорошо до луняш так моя девочка или кушать иди иди моя золотая это красавица и умница собака породы аппинцеллер зенен хунд аппинцельская пастушья собака очень спокойно уравновешенная хорошо ладит с кошками пыталась подружиться и с нашими но не удалось отлично относится к детям очень привязана к хозяевам она теперь больше собака компаньон чем пастушья пасти то некого настороженно относится к чужим но у меня вот кусочек взяла потому что целую неделю находилась со мной на международном уровне эта порода признана в 1989 году к сожалению собак таких немного очень низкий генофонд на этом я закончу свое маленькое видео снимаю на улице и довольно холодно представляете уже надела длинные штаны спортивные надела уже кофту с длинным рукавом то есть не позагораешь но я не теряю надежды что будет еще тепло потому что сентябрь месяц для италии это еще пока не 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 такая не глухая осень бассейн пока не убираем но купаться наверно уже кто никто не будет посмотрим в общем хельмут наобещал завтра нормальную погоду без дождя сегодня прям целый день целый день я даже в огород не смогла выйти а завтра если будет более менее нормально мы с вами выйдем в огород какая бы ни была жара как бы не сохли мои грядки все равно кое-что созрело и поспело и все равно мы что-то собирали что-то ели и вот я вам об этом потом расскажу а сейчас пока пока до следующего видео с вами была надя и ну и хельмут сейчас он домой уже убежал а я вот еще на улице вот такой у меня теплолюбивый ну все пока пока всех обняла увидимся в следующем видео в следующем видео